Считают, четвертые сутки не могут сосчитать. Очевидные и неприкрытые факты фальсификации на выборах в США сменяются голосами мертвых душ. Все это приправлено протестами и стычками с полицией. А эксперты в один голос твердят, что это была худшая кампания в истории Штатов. Внимание, все Америки сейчас приковано к Пенсильвании. В этом одном из ключевых штатов продолжается подсчет голосов. Накануне Верховный суд США постановил изолировать часть почтовых бюллетеней, которые поступили сюда уже по окончании голосования 3 ноября. Всего же, указывают эксперты, судьба этих выборов решится в восьми штатах. Среди них та же Пенсильвания, которая считалась вотчиной демократов. Джорджия, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, где продолжает лидировать Дональд Трамп, сообщается о показательном происшествии в Лос-Анджелесе. Там задержан мужчина, который через соцсети обещал устроить массовые убийства, если победит Джо Байден. Американцы приговорили к процедуре проверки психического здоровья. Они пытаются украсть у нас выборы и вергнуть нас в новый мировой порядок и тиранию. Мы не позволим этому случиться. Откровенно говоря, должен быть пересчет голосов. Нужно сверить подписи в книгах регистрации избирателей с лицами, которые опускали бюллетени в урны. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность обеих партий. Я бы предпочла подождать, понаблюдать со стороны, чтобы все было точно. Лучше не торопиться. Подождем. Дональд Трамп спас нас. Теперь наш черед. Мы пришли его поддержать. Ну а если демократ Джо Байден будет объявлен в конечном счете победителем американских выборов, то он вступит в должность как слабейший президент США за последние 40 с лишним лет и в условиях глубокого раскола в стране. Таким мнением с агентством ТАСС поделился внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательской фирмы Евразия Групп Иен Бремер.